Здравствуйте, уважаемые любители и знатоки шахмат! Сейчас в Берлине, в столице Германии, начинается чемпионат мира по быстрым шахматам и Блицу. Первые три дня посвящены именно быстрым шахматам. Вот на ваших экранах чемпион мира Магнус Карлсон и остальные супер игроки, которые принимают участие в этом турнире. Сейчас в турнирном зале небольшая суматоха. Первый тур это всегда экстрим, это всегда определенные трудности, но постепенно они решаются. И вот на фоне Грещука Магнус Карлсон на ваших экранах. Он чемпион мира по всем видам шахмата, и по серьезным, и по быстрым, и по Блицу. Так что Магнус Хенекович приехал в Берлин отстаивать свои титулы. Ян Непомнящий на ваших экранах, я надеюсь, что он пободится и с Магнусом, и с другими ведущими шахматистами. Вот я думаю, что каждое второе лицо вы узнаете, дорогие друзья, действительно. Настоящий бомонд собрался в Берлине. Могу сказать, что здесь играют такие титаны, как Владимир Крамник, Виши Анант и другие известные представители нашего шахматного цеха. Так что Магнусу придется нелегко. Мы будем транслировать все пять дней этого чемпионата. Точнее сказать, этих двух чемпионатов. Вот Петр Свидлер. Смотрите, молодец какой Петр. Сумел восстановиться после побоища в Баку. И, вы знаете, приехал в Берлин. Как я понимаю, немножко отдохнуть. Развеяться, поиграть быстрые шахматы в Блиц. Хотя, конечно, в Баку он наигрался. Это Таймур Раджабов за его спиной. Павел Ильянов тоже. Видные персонажи бакинского Кубка мира. А это Оргкомитет и президент ФИДа Кирсан Николаевич Ильмжинов. Берлин, конечно, город шахматный. У него большие, древние, даже можно сказать, шахматные традиции. 19 век. Все мы вспоминаем. Тарыша, Стыница и других известных немецких мастеров. В наше время, конечно, Германия остается тоже шахматной столицей. Но звезд мирового масштаба в Германии в последнее время нет. Вслед за доктором Хюбнером поколение пришло уже не настолько сильно. За мировое первенство немецкие шахматисты не борются. Зато там очень активно проходит шахматная жизнь регионального уровня. Бундеслиги самого разного калибра. От первой по пятой, а может быть и по шестую. В общем, там в каждом уездном городке есть шахматная команда. И она бьется с соседним уездным городком. Поэтому шахматы весьма популярны в этой стране. Я надеюсь, что наш турнир и быстрые шахматы и близко привлечет большое внимание немецкой публике. И даст в определенном смысле толчок. И вот сейчас мы видим, как занимает свои места Магнус Карлсон. Вы знаете, совершенно не знаю его соперника. Вот соперник, ясно, что шахматист значительно более низкого уровня. Ну, как и положено в первом турнире. Давайте я расскажу вам регламент, дорогие друзья. Итак, у нас быстрые шахматы. Это 15 минут на партию и 10 секунд добавления на ход. Вот такой стандартный контроль. Он помедленнее, чем практиковался в Баку на тайбрейках. Но зато, так или иначе, за счет 10-секундного добавления мы увидим достаточно солидную игру. И удастся шахматистам доводить партии до логического завершения. Ну, а сейчас, я так понимаю, что высокие начальники попытаются сделать первый ход. Да, вот сейчас Кирсану Николаевичу сообщили первый ход. И он сейчас исполнит. Нет, не он. Вы знаете, кто-то из немецких представителей. С2-С4. Итак, первый ход. Первый ход в нашем чемпионате сделан. Похлопали. И сейчас, я так понимаю, что с официальными мероприятиями у нас будет все завершено. И мы приступим к работе. Так, у нас швейцарка 15 туров. То есть, разумеется, вверху состава у нас находится Карлсон, Грещук, Коронян, Иванчук и другие великие шахматисты. Но, естественно, по жеребьевке в первом туре им придется играть с людьми из второй половины стартового листа. Судья делает последние объявления. Даже мажет кому-то ручкой. Это интересно. Это любопытно. Когда будет такая возможность, мы выведем диаграмму на экран, чтобы показать партии. Но пока нет у нас возможности подключиться к базе данных партиям. Поэтому пока будем наблюдать просто визуально картину происходящего. Кстати говоря, у Александра Грещука соперник-то известный. Это я, насколько я помню, от Хибан из Индии. Так что уж простите меня, дорогие любители знатоки шахмат. Соперник у Карлсона тоже вполне вероятно в высшей степени квалифицированный. Вот мы видим английское начало. При этом белые задвинули пешку Е2-Е4. Не дали черным прорваться путем Д7-Д5. Поэтому черный, наверное, слона на Ц5 сейчас выведут, пешку на Д6 поставят. Никаких особых проблем для черных здесь быть не должно. Но я так понимаю, что соперник Магнус Карлсона и не хотел вгрызаться в теоретические осложнения. Кстати, на слонце 5 конь Е5 есть ход. Да, вот поэтому Магнус играет чуть-чуть дальше. Ну, теперь можно пешку на Д6 поставить. Дело в том, что после слонца 5 конь бьет Е5. Взяли на Е5-Д4. Там белые получали пространственный перевес. А вот теперь у слона есть проблемы. То есть его белые зажимают. И обратите внимание на показания часов. У Магнуса по-прежнему 15 минут. А соперник приплюсовал к изначальному времени уже целых 45 секунд. Это довольно серьезно. Так что несколько ходов сделаешь быстро. И получается, что на вар по времени. Итак, а что на Б4 задумал Магнус? Наверное, слон Д4 поставит. Слоном на Б6 отступать как-то не хочется. Хотя тоже возможно. Да, Б4 ход принципиальный. Соперник его делает. Слон Б6. Да, теперь вот в случае конь А4 уже можно слона, наверное, вводить в центр. А конь на А4 вполне вероятно окажется вне игры. Но белые могут и не торопиться. Могут просто развиваться. И затем метнуть коня на Д5. Но судя по нерешительности соперника, он уже задумался всерьез. Так что теоретическая подготовка закончилась неожиданно быстро. Я напомню, пока думает соперник Магнуса, напомню, что чемпионаты мира по быстрым шахматам проводятся уже много лет. Вот фактически весь наш новый 21 век они проводятся. Первым чемпионом мира, если считать именно новейшую традицию, является Гарри Каспаров. В 2001 году он стал чемпионом. В 2003 чемпионом мира по быстрым шахматам стал Виша Анант. Он, кстати, присутствует. Берлин играет. В 2009 традиции продолженности чемпионом стал Ливон Аронян. В 2010 году Гата Камский. Ага, слон Ж4. Видим, что Магнус вообще не убирает этого слона. И теперь подвисает пешка на Б4. Теперь угрожает комбьет Б4. Ага, то есть соперник защищает ладью на 1 и заодно берет под контроль пункт Д4. А я продолжаю. В 2012 году Сергей Корякин. Россиянин стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Сейчас, как видите, он прибавил еще в свою копилку титулов веский кубок. В 2013 Шахриар Мамедьяров выиграл этот трофей. В Ханты-Мансийске дело было. Кавякин в Эстонии выиграл. Ну и, наконец, в 2014 году Магнус Карлсон стал чемпионом мира, как я вам и говорил. Очень хорошая традиция. Я надеюсь, что каждый год, вот с 2012 года у нас именно такая традиция, каждый год проводятся чемпионаты мира по быстрым шахматам Блицу. Это очень здорово. Задумался Магнус, что делать дальше. Ведь дело в том, что белые и за вторым черным слоном потом гоняться будут. Аж 3, g4 и так далее. Вот интересно, хотят ли белые провести d3, d4 в будущем. Но до этого еще надо дожить, надо развиться. Конечно, черные могут играть неторопливо. Там 2-0, увести коня с f6, проводить f5. Но Магнус, наверное, ищет что-то более решительное, более мужское. Кстати говоря, в нашем турнире принимают участие и женщины. Во всяком случае, я пробежался, глазами бегло по стартовому листу. Там Катерина Лагно играет. Недавно она в чемпионате Москвы по Блицу играла. И очень даже успешно немало сильных шматистов обыграла. Вот мы видим на заднем плане, что зрители прибывают в турнирный зал. И, конечно, первым делом стремятся достать фото своими ружьями Магнуса Карлсона. Но это непросто, конечно. Покой Магнуса Карлсона охраняет Кирсана Люмжинов. То есть о таком страже можно только мечтать. Но чемпион мира, видим, задумался всерьез. Действительно, есть определенная А. Так, вы знаете, мне удалось узнать, кто является соперником Магнуса Карлсона. Это Гаим Магими, очень известный шахматист. Гаим Магими очень известный шахматист, насколько я понимаю, из Ирана. И, ну, я прошу прощения, просто в лицо его не знал. А шахматист достаточно сильный и уже в боях испытанный. Ну, вот Атхибана я узнал верно. Против Гвещука действительно играет Атхибан. Так что уже в первом туре фавориты нашего соревнования работают всерьез. Грещук, как мы видим, пожертвовал пешку. Ну, черные, судя по всему, ферзем прогулялись. Ферзь Б6, ферзь бьет Б2 и потом назад ускакали. И вот теперь Атхибан стоит и надеется, что наказание не последует. Вот Грещук сейчас изучает обстановку на Коми Б5. Коми Б5, кстати, напрашивается вполне. Там на Д6, ДЦ, ДЦ последует. Ну, там интересная может получиться игра. Ну, там дальше продолжать вариант надо. Коми Б5, Д6, ДЦ, А6. И куда дальше бечь, непонятно. Можно задвинуть пешку на Д5. Ну, тоже маловато. Черные опять-таки сыграют Д6, Ж6, Слон, Ж7. То есть им-то ясно, что делать. А вот что делать белым, это большой вопрос. Ну, и, наконец, есть зятин Ц5, ДЦ. Да, так и взял, так и сыграл Александр Грещук. Вы знаете, пока ходы у нас не идут через базу, через вот такую трансляцию. Поэтому вводить диаграмму на экран я не вижу смысла. Когда ходы к нам подоспеют по электронной трансляции, дорогие зрители, я уже буду выводить на экран эту доску. И будем с вами даже, может быть, рассматривать какие-то варианты. Хотя, конечно, времени здесь не так много, как серьезные партии, или даже как 25-минутные. Но, тем не менее, будет возможность держать вас в курсе дела. Теперь, вот, что касается партии Грещука с Атхибаном. Ферз А5, нет, G6. Вы знаете, не стал он гнаться за этой пешкой несчастной на Ц5. Действительно, так можно в развитии отстать очень серьезно. К тому же на Ферз А5, ладья Б5 можно было вернуть, видимо, этого Ферзя на базу. Итак, черные просто собираются завершить развитие королевского фланга. Слон G7, 2, 0. Ну и потом пытаться развить, точнее сказать, не атаковать, а развить ферзовый фланг. Потому что, конечно, пешка Ц5 изрядно стесняет черных, и так или иначе ее придется свергать. На дальнем плане мы видим, что Александр Хузман неожиданно разнообразит свою жизнь. Мы его знаем в последние годы как верного секунданта и друга Бориса Гельфанда, но сейчас он решил тряхнуть стриной. Шахматист он хороший, шахматист сильный. Напомню, что он в свое время обыграл не кого-нибудь, а Гарри Каспарова и не в каком-нибудь Блице, а в настоящей серьезной партии. Так что, бывало и такое. Так, ну что, Саша, надо как-то развиваться. Коня с Е2 уводить. Коня с Е2 уводить. И потом слона с F1 каким-то образом. Хотя он, конечно, сейчас смотрит конь Б5. Я думаю, что Саша хочет сразу, пока черные не успели развиться, попытается, может быть, достать черных. Но на конь Б5 вроде есть ход конь А6. Вот я сейчас сказал и думаю, а не припутал ли я Сашу Хусмана с Шнейдером. Ну, может быть. Может быть. Так или иначе, Хусман тоже известный и сильный шахматист. В общем, прости, Гарри Кимович. Победы над вами. Это всегда большое достижение. Так, долго думает Саша Горячук. К сожалению, я пока не могу вам показать другие партии. Смотрим, думаем. Смотрим то, что видим. И обсуждаем то, что есть. Дальше будет лучше. У нас в этом чемпионате участвует почти 200 шахматистов. Что касается фаворитов, я, в принципе, уже обмолвился. Но повторюсь. Конечно, Магнус Карсон изначально фаворит номер один. И тут никакого сюрприза в этом нет. Вот смотрите, он уже решил раздеться и понимает, что драться придется всерьез. Кстати, коня на d7-то он отвел. И слона на f3 разменял. То есть, у Магнус Карсон теперь два коня против двух слонов соперника. Но мы уже видели неоднократно, что в закрытых позициях конница вполне соизмерима по силам со слонницей. Итак, Магнус Карсон фаворит. Но кого я еще причисляю к реальным конкурентам? Давайте для начала по быстрым шахматам. Ну, я думаю, что здесь надо брать опытных сильных шахматистов. Это, кстати, Миша Антипов, по-моему, играет против Василия Ванчука. Миша Антипов выиграл чемпионат среди студентов. И, соответственно, сейчас находится на подъеме. Но Василию Михайловичу Ванчуку... Да, это Миша Антипов. То есть, я правильно, визуально его идентифицировал. Соответственно, сейчас для Михаила есть такая возможность заявить о себе во взрослых шахматах. А Хузман играет, кстати, с Роняном. Вот со спины я не узнал выдающегося армянского шахматиста. И это напрасно. А Анант играет, кстати говоря... Ох, какая пара, дорогие друзья. Анант играет с Катей Лагно. Вот это пара. Давайте я еще расскажу, с кем играет Крамник. Крамник играет против Намига Гулиева из Азербайджана. Ну, тоже интересно. Вы знаете, легкой прогулки уже в первом туре не будет никому. Так вот, что касается фаритов, я думаю, Крамник и Ананда мы держим в виду. Ясно, что эти шахматисты, особенно в быстрых шахматах, там, где все-таки велик элемент шахматной начинки, шахматного компонента, они будут оказывать серьезное давление на соперников. Так, насколько я понимаю, это пара, это партия Иванчука. Вот Иванчук справа сейчас, видите, задумался. Черные по центру выставились очень хорошо, но белые внедрили коня на Ф5 и слоны Ф8. Вот поэтому Иванчук укрепляет королевский фланг, чтобы нигде никаких жертв на А6 не было. Разумеется, мы ждем успеха от молодых. Я надеюсь на троицу российских молодых богатырей. Корякин, Непомнящий, Андрейкин. В любом порядке. Особенно великих будут шансы в Блиц. Вот, например, в Блиц я уверен, что Ян Непомнящий будет одним из главных претендентов на победу. Но в быстрые шахматы, в принципе, выстрелить может любой. Корякин уже был чемпионом мира по-быстрым. Вот, разумеется, надо принимать во внимание тех, кто уже блистал в этом жамме. Шахриар Мамедьяров, Александр Грещук наверняка покажет свой класс. Но опять-таки, если сравнивать быстрые Блиц, вот я уверен, что Грещук и Непомнящий – это именно такая наша Блиц-бригада. Вот, а в быстрые, возможно, самые неожиданные исходы турнира. В принципе, я считаю, что, вот я смотрел состав, примерно человек 20 могут претендовать на первый приз, не менее. Человек 20, 15 туров, кстати, очень большая дистанция. И лидеры наверняка успеют переиграть друг с другом. Так, тем временем Ливон заводит слона на Е5. Ну, позиция видна издалека, но здесь что-то такое гринфельдовое, потому что черный слон стоит на 6-7, но пешка у них стоит на c6. h6 прогнал, прогнал Саша, коня, Ароняна. Все дальше и дальше. Слон е6, конь d2. Ну, вы знаете, тягучая, тягучая, вязкая позиция. Но то, что черные сыграли h7, h6, мне кажется, даст белым зацепку. Сейчас, может быть, даже f4, f5 вот так может Ливон Аронян развить наступление на королевском фланге. Здесь очень приятно для белых, что черный ферз остался вон там, вдалеке, на ферзе он, крылья доски. И, соответственно, если начнется серьезная битва рядом с черным королем, то черный ферз может просто не успеть на помощь своему главнокомандующему. Смотрите, как времечко-то сокращается. Вот уже у Хузмана, например, меньше 9 минут. Не так-то и много. Я думаю, что скоро начнутся очень серьезные цитноты. И здесь действительно время начнет поддавливать серьез. Конь e8. Ну, здесь, если сыграть f4, то после f6 можно... Секундочку. Кстати, f4 это идея. Пожертвовать вот так фигурой. f6, слом бьет g6. Взяли на e5, взяли на e5. Вы знаете, там черный... Нет, не стал. Я хотел сказать, что у белых получится могучая компенсация, но Ронян действует достаточно быстро. Видимо, у него есть и позиционные методы ведения атаки. И он не считает необходимым каким-то образом сжигать за собой мосты. Я думаю, что энергии этот чемпионат у шахматистов отнимет весьма много. Пять партий в день сыграть очень непросто. Большую нагрузку у нас испытывали только участники Кубка мира, который недавно закончился в Баку. Конечно, этот турнир вызвал большой ажиотаж в шахматном мире, большое обсуждение. И народ сейчас активно обсуждает финал. Вот этот необычайно боевитый, плодовитый и результативный финал, который строили Корякин и Свидлер. И мнения, я вам скажу, самые разные. Вот довелось мне общаться, например, с нашим мэтром Александром Сергеевичем Никитином, учителем Каспарова. Ну так он находится в шоке просто от того, что происходит. И, в общем, скажем прямо, очень жестко критикует как участников финала, так и организаторов, устроителей нокаута за то, что вот такой суровый регламент. И, собственно, получается так, что огромное количество ошибок в финале, ну и на поступок в финале, к финалу является следствием вот этой нечеловеческой такой нагрузки. Который выпадает на игроков. Но, с другой стороны, хотел бы заметить, что точно такие же голоса раздавались, когда впервые в хоккее были введены овертаймы. Когда теннисисты стали играть все дольше и дольше. Ну, когда другие спортсмены просто стали выяснять отношения до самого конца. И система нокаут. Нокаут-система во многих видах спорта не сразу прижилась. В общем, это вопрос просто отношения к шахматам. Что мы хотим видеть? Если спорт, то это абсолютно нормальное явление. То, что шахматисты устают, нервничают, ошибаются. Это зрелище, в конце концов. Это адреналин. Это большие эмоции. Так, давайте вот про эту партию я все-таки поговорю поподробнее. И надеюсь, что сейчас у меня будет возможность показать вам диаграмму. Да, так, только вот здесь немножечко перепутано. Я вижу, что ГМ Магими Карлсон у нас не та партия. Так, вот мне говорят режиссеры, что в течение 40 минут доски у нас не будет. Так что занимаемся акыном. Что видим, то и обсуждаем. Ну, вот жалко, что эта партия Карлсона сейчас ушла из наших экранов. Так, а что происходит у Грещука-то? Да, слон на G2 выходит, пешка на C5 и остается живых. То есть G2-G3 сыграл Грещук. Так вот, вернусь к обсуждению нокаута. Итак, если шахмат и спорт, к этому надо относиться спокойно, в том числе и к ошибкам. Ну да, конечно, шахматистам не хватает времени для восстановления, не хватает времени для того, чтобы мыслить профилактически, стратегически и вообще играть максимально чисто. Все происходит очень-очень жестко. И вот эта жесткость, это как раз нормальное явление. Конечно, все мы хотели бы видеть в исполнении Месси и Роналду исключительно точные удары в девяточке ворот, но в большинстве случаев они все-таки промахиваются, потому что им не дают времени. Они должны принимать решение быстро. Соответственно, защитники их накрывают, и сами они должны быстро избавляться от мяча. Ну и происходят ошибки. Сколько у нас футбольные звезды производят неточных пасов, неточных ударов поворотом? Некоторые футболисты сборной России на чемпионате Европы 14 раз один футболист бил поворотом. Наших соперников не попал ни разу. Ничего. Видите, никто не говорит, что это какой-то цирк, что это значит не вид спорта, что это неправильно, что надо как-то менять правила игры. Ничего, игра продолжается, игра очень популярна, так и в шахматах. Ну, хорошо, ошиблись Корякин со Свидлером примерно там, условно говоря, 10 раз в своих 10 партиях. Ну, я имею в виду серьезные такие явные ошибки. Да, было дело, но остальное время играли здорово. И эти ошибки в конце концов перевели к изменениям результатов. Ну, это тоже абсолютно нормально. Я считаю, что тут просто вопрос восприятия, вопрос отношения. И если мы просто, ну, каким-то образом немножко свыкнемся с этой ситуацией, а то, что зрители уже получают удовольствие от этого, я уже абсолютно убежден. Ясно, что это значительно интереснее, чем, скажем, смотреть классику. При всем уважении к классическому контролю, который, конечно же, является нашей историей, нашей базой, но, тем не менее, жизнь продолжается, и надо смотреть вперед. Время Миши Антипов, смотрите, сдал центр с Иванчуком, побил на Д5. И что, на ком бьет Д5? Иванчук не был бы самим собой, если бы не сделал на доске что-то необычное. Видим, что ладья на А5 неожиданно вышла и поддерживает центр. Вот интересно, хватит там боев, конь Д5. Да, вот как раз благодаря ладья на А5 черные не проиграют никого в центре. Ну, что задумал российский шахматист, на ком бьет Д5? Кто знает, может быть, уведет коня на Ж4, и будет все-таки на А6 заносить фигура со страшной силой. Вот визуально, по ощущениям, мне кажется, что у черных здесь должно быть все неплохо. Но, конечно, конкретный расчет может показать некоторые изъяны. Иванчук не торопится, солидный, серьезный шахматист. Да, взял слоном, вот интересно, не конем. Странно. Странно. А, может быть, после взятия конем конь С4 ему не понравилось. Ну, не знаю, с наживом на пешку Е5. Но здесь, во всяком случае, это уступка со стороны черных, потому что разменивается очень сильный белопольный слон. Вот сейчас можно просто взять конь бьет Д5. Я думаю, что Василий Михайлович хочет взять ладьей, чтобы в ответ надавить на пешку Д3. И все равно у меня есть ощущение, что даже где-то можно пожертвовать пешку. Но белопольный слон – это серьезная сила в данной ситуации. Так что у белых по-любому будет компенсация. Так, смотрю пока на альтернативные источники. Пока, к сожалению, не видно. Нет, не вижу я возможности другие партии посмотреть. Ну, ничего. Даст Бог, со временем все наладится. Ну, первый тур. Первый тур всегда, всегда проблема. Наши инженеры, наши режиссеры находятся там в Берлине. Я, кстати, комментирую из Москвы. Вот точно таким же образом, как и вы, дорогие друзья. Да, взял на Д5, ладья бьет Д5. Ферз Д1 напал на пешку А4. А Миша Антипов, вот интересно, что у нас началось настоящее большое движение в этой партии. Тут же мы ушли с этого столика. Да, Е4 там сыграл Василий Михайлович и напал на коня Ф5. Ага, вот оно что. Но там конь Е3 же есть ход. Конь Е3 же есть ход. Ладья бьет Д3, Ферз А4. То есть там продолжается живая борьба. Ясно, что Иванчук, конечно же, хотел и стремился именно к скрытию центра, и он этой цели добился. У Атхибана замечательное совершенно золотое кольцо на руках и командирские часы. Вот смотрите, как много кнопочек. Вот интересно, кстати, у нас в Баку шахматистам запрещалось проводить, проводить, провозить, можно сказать, часы на игровую площадку под тем предлогом, что борьба с читерством происходила. Ну а здесь, в Берлине, видимо, таких строгостей решили не вводить. Ну что, ходом Конь Аш5 напал на Ферзя соперника от Хибан. И Грещук сейчас думает, как же, куда уводить Ферзя. Слон Е5 вроде нельзя играть из-за Ф6. Ну, может быть, Ферз С4 просто сыграть. Ферз С4, тогда, кстати, тоже есть ход Е7, Е5. С идеей просто откушать слона. Но тогда слон бьет Б7. Знаете, я думаю, что в этих осложнениях белые могут пожертвовать фигуру, развить очень серьезную атаку. Но, во всяком случае, это уже определенная проблема. Для Грещука. Почему-то мне кажется, что уже в первом туре сейчас произойдут определенные события. И кто-то из фаворитов наверняка потеряет очки, как минимум. А может быть, даже проиграет. Ну что, Саша, 4 минуты, кстати. Так мало остается времени. 4 минуты, Саша. Давай, давай, уводи Ферзя. Ферз С4, Е5 слон бьет Б7. И да пребудет с тобою сила. Почему-то скучает Саша Хузман. А, он сделал ход, а Ароняна нет. Вы знаете, сделал ход, а Аронян просто ушел. Но он ушел, я думаю, до того. А Хузман поэтому так несколько растерянно озирается. Не понимает, что происходит. С кем же он играет? Ну, Ливону пора занять место уже на турнирной площадке. Как-то не гоже в быстрых шахматах. Вот Аронян, видим, что прискочил. Слон Е5. Вы посмотрите, Грищук-то что творит. И что на Ф6, Саша? Объясни, пожалуйста, трудовому народу, что будет на Ф6. Можно, конечно, сыграть слон бьет Б7, отдать таким образом фигуру. Но как-то это выглядит немножко странновато, если честно. Не лучше ли было сыграть Ферз С4? Ну, хорошо, анализ покажет. Ситуация здесь очень сложная. Может быть, на Ф6 он вообще слон Д6 хочет сыграть. В общем, неведомы пути Грищука, и мне их явно не угадать. Да, Ф6, конечно, сыгран. Вот то, что делает Атхибан, это абсолютно понятно, естественно и солидно. Ну что, берем просто слона. Слон. Фигура вкусная, фигура жирная. Такая вот могучая рыбина, выхвачена из моря. Вы знаете, Грищук, сыграв слон Е5, после Ф6 снова задумался. Ну, честно говоря, это странно. И хотя конь на А6 мешает нам понять, сколько времени у Атхибана, мне почему-то представляется, что времени у него гораздо больше, чем у нашего российского гроссмейстера. Так что можно в какой-то момент и погореть. Да, безумно все сложно. Я сейчас посмотрю, как обстоят дела у Магнуса Карлсона. Насколько я понимаю, ситуация достаточно стабильная. Магнус Карлсон контролирует ситуацию. И даже сейчас отправил коня на Д4, и у нас тяжелофигурный Миттельшпиль образовался. То есть я вижу, что как раз проблема пункта Д4 решена таким образом, что черный конь пошел на Д4, слон бьет Д4, ЕД. Видите ферзя на Ф6? Прямо, можно сказать, под носом у Магнуса Карлсона. Он защищает эту пешку, а пешка нападает на белого ферзя. Ферзь Е3 должен отступить. Мне кажется, что у черных небольшое преимущество. Напал на пешку Х5. Так, ну что ж такое-то мы... И опять вернулся на Ф4. Вот что делает Грищук? Он сыграл слон Е5, Ф6, ушел на Ф4. А если здесь Е5 просто сыграть? Да, загадка природы. Загадка природы. Е5 напрашивается. Может быть, конечно, ферзь Д6. Но там даже слон Ф8 еще можно добавить. Я имел в виду ферзь Д6, конь Д5 как-то напрыгнуть на черных. В общем, исключительно загадочная игра Грищука. Может быть, на Е5 ферзь Е4 со связкой. Ну, в принципе, даже можно просто два нуля уйти и показать, что слону с Ф4 все-таки нельзя будет никуда уйти. Ну, к тому же черные могут все-таки ходом Ф6, Ф5 прогнать белого ферзя и потом уже спокойненько взять на Ф4. Конечно, у черных впалый центр. Конечно, с развитием не так хорошо. Ну, у белых с развитием все замечательно. Осталось только два нуля ход сделать. Но фигура это дело серьезное. Задумался от Хибан. И я его понимаю. Здесь важно понять все-таки, в чем идея соперника. А идея-то в высшей степени... В высшей степени странная и непонятная. Так, тем временем Магнус Карлсон. Вот, вот отличный показ. Ой, как хорошо видно. Так, вот любопытно. После размены ферзей пешка на Е3 окажется в оперативном окружении. Но кто на нее нападет? Одна ладья должна защищать пешку Ф3, другая пешку А4. И поэтому король Ж2, Ж4. Ну что ж, стремится прорваться по вертикали Ф. Магнус Карлсон. Кстати, куда он так торопится? Посмотрите, 6, почти 7 минут у Магнуса. И, соответственно, мне кажется, есть возможность спокойно, неторопливо обсуждать происходящее. Вот мне сказали, что ПЖН-то починили. Поэтому, по идее, если есть у нас такая возможность, давайте выведем наигранную досочку. Я хотя бы попробую вам показать, что происходит. Давайте просто потестируем эту доску, как она будет выглядеть. Вот все эти происходящие. Да, кстати, прекрасно. Смотрите, это положение из партии Гречука с Атхибаном. После хода слон Ф4 не играет пока Е5 Атхибан. Ну, я вам пока покажу предыдущие ходы в партии Магнуса Карлсона. Вот просто посмотрим. Пока думает иранский шахматист. Что называется, опробуем систему. Конь А4, слон Ж4. Вот это мы видели. Слон Б2 сразу взял на Ф3. Вот здесь Магнус немножечко удивил, конечно. Конь Д7. Конь освобождает дорогу пешком. А он освобождает, на самом деле, дорогу ферзю. Как ни странно. То есть ситуация такая непростая. Но черный берет под контроль пункт Д4. Так, взял на Ж4. Смотрите, как нервничает Гайм Магими. Ну, кстати, напрасно нервничает. Что ж ты, дорогой? Нервничать не надо. Когда играешь с чемпионом мира, надо играть спокойно, вкратчиво. Так, ну вот, собственно, доходим до нынешней ситуации. Так, так, да. Взяли, взяли. Сюда. Ж4. Так, так. Размен, размен. И ладья А2. Ну, что сказать. На самом деле, черную пешку на Е3 пока не теряют. Ну, хотят белые сыграть ладья Е2. И на ладья Ф3 сыграть А3. Так, так, сказали мы с Петром Ивановичем. А не хуже ли здесь у Магнуса? Да нет, вы знаете, на ладья Е2 будет ход ладья А8. Так что, наверное, ничего страшного здесь не произойдет. Ну, белым только не надо торопиться с ходом А3. Потому что в этом случае после ЖАЖ ладья через Ф1 войдет в белый тыл. Ну, мне кажется, что здесь ситуация ближе к ничьей. Так, ну, пока ГМ Магими думает, я обращаю внимание на партию Грищука. Да, ладья Е2 сыграна. Я думаю, ладья А8. Надо играть Магнусу. Да, ладья А8, ладья А2. И это фактически предложение ничьей. Е2 играть бессмысленно из-за короля в два. Так, давайте посмотрим, как у Грищука возникло все это безобразие. Ну, в общем, вполне резонно, как я и предполагал. Черный ферз откушал пешку. И потом черные пенились витиевато развиваться. Ну, конь А5 это, на самом деле, в высшей степени принципиальное действие. Ну что, пора брать, наверное. Так, не согласен на ничью ГМ Магими. И правильно, кстати, делает. И правильно делает. Король Ф1 хочет сыграть. Там, правда, после шаха нельзя сыграть будет король Е2. Итак, уже съедена пешка. Действительно, я слона обозвал пешкой. Это правильно. Еф, Еф. Вы знаете, Грищук просто играет без фигур. Король Ф1. Так и сыграл. Так и сыграл ГМ Магими. Ну, после ладья А8, теперь понятно, что король на второй ряд не идет. На ладья Е2 снова будет ладья А8. Суть проста. Магнус Карлсон просит ничью. Вы знаете, вот просто человек, человек, легенда. Ну, позиция такая. Вы знаете, каким бы ты ни был великим чемпионом, если позиция не самая хорошая, то надо играть как раз по позиции. И получится ничья хорошо. Не получится, ну, значит, тогда будет хуже. Слон Ф8 сыграл у нас. Атхибан. 2-0. Конь С5. Конь Д4. Что ж, дорогие друзья, я задаю ритовический вопрос в воздух. Мне одному кажется, что у черных лишние фигуры. Или кто-то тоже видит тот же, этот же эффект. Хотя, с другой стороны, обратите внимание, вот черные не успели рокировать. И даже поставили назад слона на Ф8. А сумеют ли они защититься против атаки белых? Сейчас вот просто по вертикали Е белые сдвоятся, строятся. Ладья Е1, ладья Е3, ладья 2 пошла. И, собственно, можно так не устоять. Так что, может быть, никого из нас зрение не обманывает. Действительно, у Грещука не хватает фигуры. Но не исключено, что у него же здесь будет сильнейшая атака. Конечно, черные могут перекрыться конем на Е6. Но туда можно и Ф5 сыграть, и на Б7 может где-то треснуть. А Атхибан сыграл после шаха на Е1. Последовала конь с Ц5 на Е6. Ну, вот здесь уже можно о ходе Ф5 подумать. Можно слон бьет Б7. Ударить. Можно конь Д5. Вот такой прыжок изучить. Так, что у нас происходит у Карлсена? Ну, пока пешка Е3 жива, он тоже живой. Ну, вот эта слабость на А4 белых, конечно, сдерживает. Но ладья Е2, все время ладья А8. Но напрягся Магнус. Смотрите, просто вот видно, что физически напряжение сейчас захватило. Ну, а Гаим Магими по-восточному, по-южному темпераментный. Ну, конечно же, хочет выиграть. Не часто доводится обычным шахматистам. Да простит мне Гаим Магими такое определение. Не часто обычным шахматистам доводится встречаться с чемпионом мира. И, конечно, хочется получить нечто большее, чем ничья. Так, теперь черный король спешит на ферзовый фланг. Может быть, кстати, поучаствует в ударе в центре, Д5. Если БЦ, БЦ, ладья Б2, есть ход ладья Б8. Вроде бы ничего страшного. Но белым тоже нельзя зазнаваться. Потому что при черной пешке на Е3, если отправиться в черные тылы, тогда черные в ответ тоже свою ладью заведут в тыл. И эта пешка с Е3 может неожиданно проскочить вплоть до поля Е1. Ну, вот Магнус попивает водичку. Контролирует ситуацию. Я думаю, что он не проиграет. Я думаю, что все у него будет здесь хорошо. Вообще ничья здесь наиболее вероятный результат. А вот у Грищука все гораздо интереснее. Смотрите, король Ф1 хочет сыграть. Но пока непонятно, собственно, в чем идея. В чем идея шахматиста из Ирана. Потому что король Е2 этим ходом он не угрожает. На ладья Е2 все равно ладья А8 последует. Я думаю, что Магнус сейчас над ходом Д6, Д5 думает. И думает серьезно. Так, ну что, Саша Грищук. У него, кстати, уже довольно мало времени. Надо на что-то решаться. Слон бьет Б7. Выглядит ход логично. Конь Д5 с идеей Конь С7. Но на Конь Д5, наверное, можно слон Д6 вот так прикрыть полянку на С7. И дальше черные, как это ни странно, могут без случаев даже рокировать. Пока это выглядит утопией. Но, собственно, через полтора хода утопия может реализоваться по жизни. Я пока посмотрю, как другие шахматисты не закончили ли. Иванчук против Антипова. Ну, там битва несусветная продолжается. Но, насколько я понимаю, у Иванчука там полный порядок. Порядок ли у Антипова, не решусь сказать. Аронян против Хузмана. Вы знаете, насколько я могу верить своим глазам, у Хузмана просто лишняя пешка и лучшая позиция. Так что Ливон Аронян может уже в первом туре неожиданно оказаться поверженным. Корякин играет против Юры Боришика, славянского шахматиста. И вы знаете, тоже нечем хвастаться. Да, Д5 все-таки сыграл Магнус Калсен. Ну, молодец. Молодец Магнус Хенекович играет на победу, играет агрессивно. Так, ДЦ. Ох ты! Смотрите, на БЦ последовал ДЦ. Тут такие перебои. Если побить на Б7, побьем на Д3, да, образуется такая забавная пара проходных. А черный король получает пути вторжения в белый лагерь. Сейчас если просто взять на С4, то просто БЦ и король Д6, король С5, дальше побежали. Мне кажется, что у черных уже лучше. Просто лучше у черных. За счет того, что их фигуры активные, включая короля. Вот сейчас король на С5 перейдет, и вы в этом сами убедитесь. Ну и ладья плюс. Ладья атакует пешку H2, и слабости, кстати, полно. Почему? Мне кажется, что Гаим Магимин переоценил свою позицию. Ему надо было просто принимать предложенную чемпионом ничью. Ладья Е2, ладья А2. Вот когда был такой момент. Ну а сейчас может поплатиться. С другой стороны, знаете, он поступил по-мужски. Вот показалось человеку, что можно играть на победу. Ну и поиграл. Почему бы и нет? Он попробовал. Ну, может не получиться, конечно. Может и проиграть. Зато все-таки попытку он предпринял. А от этой ничьей, честно говоря, ну, большого прибытка не было бы. К тому же, видите, нашел человек очень сильный ход С5. Браво, браво. И, кстати, проходная пошла у белых. Сейчас до А7 добежит. Ну, черные, кстати, тоже С4. Короля подведут на С5. Я думаю, король Д6 самый нормальный ход. Надо все равно короля включать в игру. Да нет, черные здесь, конечно, ничем не рискуют. Все у них нормально. Но надо посмотреть, что будет дальше. Вот когда пешка до А7 добежит, тогда ладью на А8 придется ставить. И тогда белые сыграют король Е2. Король бьет Е3 и уничтожит главную, главную, такую оперативную силу черных. Кстати говоря, кстати говоря, вот неясно, кто тут играет на победу. Мне, честно говоря, уже казалось, что белые наиграли, что называется, и рискуют всерьез. Но С5 оказался блестящий ресурс. Браво, ГМ Могими, просто молодец. Так, никак не играет у нас Александр Грещук. Что же такое? Неужели у него 20 секунд уже осталось? Я не могу поверить своим глазам. Хотя от Грещука мы и не такое видали. Он регулярно ставит себя в критическое положение. Давайте я вот так заведу. А что, собственно, вот здесь? Вот простые набеги коней. Ну, кажется, это все. Кажется, это конец. Съели ладью. Вот. Почему Саша Грещук так не играет? В общем, загадка природы. Хотя не исключено, что электронная трансляция все-таки немножечко опаздывает. У Магнуса 5 минут. Он эти 5 минут может сейчас провести в серьезных изучениях. Хотя, честно говоря, вот что придумаешь, кроме как король Д6? И после А6, может быть, надо играть не король С7, а С4. И действительно пытаться короля выдвинуть вот туда через С5, чтобы пешку С потом продвигать. Мне кажется, что контригра у черных в любом случае будет достаточно серьезной, но ладья-то будет пассивная, да, на 8. Как бы там штанишки не получились. Да, вы знаете, электронная трансляция просто отстает, и мы только по видеокартинке должны будем сейчас понимать, что происходит во встрече Грещука. Да, диаграмма, к сожалению, умерла. Как сказал Остап Бендер про свою контору Рога и Копыта, контора умерла. В тот момент, когда арестовывали подставного директора. Смотрим. Так, вот на диаграмме вы видите позицию, которая когда-то была во встрече Анант против Лагно. Но могу сказать, что у Катерины была очень перспективная позиция. Так, Саша Грещук Ферзя уже выиграл, но с Ферзем-то мы особенно сильны. Ферз за две ладьи, да, но по фигурам-то все нормально подвисает. Ух ты, смотрите, как Ферзем буквально терроризирует соперника Грещук. Сейчас еще на H7 съест. Браво, браво, Александр. Жалко мы не видели серединки, начинки у этой конфетки. Но партия действительно, скорее всего, конфетка. Хотя, наверное, черные могут. Да вот я не вижу, что. Если взять GF, то Ферзь бьет H7 и слон H5. Просто мат. Если EF, то взяли на H7, потом на G6. Все посыпется. Знаете, нервничает сейчас индийский шматист и есть от чего. Партию-то он, судя по всему, проигрывает. Но самое интересное, видимо, осталось за бортом. Да, смотрите. Смотрите, какие нервы. 6 секунд. Да, GF. Ну, просто надо все брать. Киножурнал. Хочу все брать. И слон D5 выигрывает. Там потом в конце варианта шаг на H8 и взятие на C8. Но Ферзь бьет G6. Спокойное, надежное действие. У белых лишний материал и плюс позиция. Поприятнее. Хотя, конечно, куда конь это идет. Хотелось бы еще посмотреть. Ну, а как на него напасть? На него напасть некому. На ладья D8, на D7, Ферзь Е8 шаг. Слон E6. Ну, здесь даже просто после размены на E6 взяли на F5. Я думаю, позиция безнадежная, потому что черный король очень слабый. Вот. Может быть, Грещук найдет еще что-то сильное. Слон H5 напрашивается. Да, просто попробовать зарулить туда поближе к черному королю. Ну, так. А можно просто съесть на E6 и сыграть слон H5. Я думаю, самый простой. Браво, Саша, взяли и слон H5. И, по-моему, это просто-напросто мат. Ну, все. Слон H5. Ну, здесь думай, не думай. Я думаю, просто сдастся сейчас индийский шахматист. Можно, конечно, полтора шаха дать на E1 и так далее. Это мат, дорогой товарищ. Так что надо готовиться к следующей партии. Да, браво, браво, Александр Грещук. А мы сейчас переходим к партии Карлсона, посмотрим, что там у него. Да, ну, я прошу наших режиссеров убрать диаграмму. Она настолько уже дезавентирует нашего брата. Очень надеюсь, что сейчас покажут. Ага. Это у нас Аронян против Хузмана. Так, вы знаете, пока на доске мы видим две ладьи и слона черных. А где же фигура белых? Вообще, существуют ли белые в этой партии? Вот в чем вопрос. Ну, то, что Хузман сильный шахматист, я предупреждал. Даже Ливону Ароняну приходится непросто. Ну, да, видите, атакован слон на B1. Сейчас, если взять на C4, взяли на B1. Там только черные могут выиграть, между нами говоря. Только черные. Дело в том, что пешка А5, это отдаленная проходная. Черный король гораздо ближе к эпицентру событий. А это действительно эпицентр. Потому что обыграть Ароняна, это, по сути, землетрясение в турнирном зале. Стены должны содрогнуться. Кстати говоря, стены здесь надежные, кирпичные. Я смотрю, что здание здесь выстроено по всем правилам военного искусства. Взял на C4, взял на B1. Ну что, Лёва, надо спасаться. Надо спасаться. Взял на B1 и король H2. Ну, хорошо. Здесь, конечно, черные могут просто напасть на пешку D6 и съесть ее, а белые на C7 будут не дряться. Так, любопытно. Не закончил ли у нас партию Магнус Хенекович? Вот интересно, как там у него эти осложнения. Да, Ладья B6, Ладья C7. Да, все. А, Ладья А6. Смотрите. Хузман просто играет на победу. Уверена партия. Стоп. А как спасаться-то? Ладья C7, Ладья C1, Ладья А2. Ну, там просто король D7, король B6. Просто выиграно будет у черных. Вы знаете, у Ароняна выигрывают просто не спрашивая ни имени, ни отчества, ни звания. И рейтинга. Ну, вот правильно, Саша. Молодец. Мол, не знаем всех этих... Знаем мы всех этих эликтных шахматистов. И Бори Гельфант их обыгрывал. Да и я тоже обыграю. А почему бы не обыграть? Видите, человек знает классику. Человек просто ставит Ладью сзади проходной пешки и толкает ее вперед. По-рабоче-крестьянски. Ну, и, собственно, попробуй ее догони. Можно, конечно, попробовать шахи подавать. Шах-шах. Там нельзя брать на D6 из Ладья F6. Ну, черные же уведут. Королян, скажем, на C6. Ну, и что дальше? На D7, король C7. И все по новой. Ну, шах дал. Здесь, собственно, думать не надо. Да, еще шах. Но я думаю, король C7. Самое техничное. Потому что если сыграть король E6, тогда какой-то ход D7 возможен. И как-то отвлекаем. Король E8. Ну, что ж, можно, наверное, и так. Тоже ход, кстати. Можно, в принципе, и скромно так сыграть. Правда, есть ход, вы знаете, Ладья F6 ловушечный. И с идеей на А3, D7 таким ходом. Порадовать соперника. Мне кажется, Левон обязательно это сделает. Да, Ладья F6. Ну, вот. Мне кажется. А, кстати. Если бы черный король ушел на C6, то же самое было бы. Тоже Ладья F6 и D7. Так, Ладья A5. Ну, что, молодец, молодец. Молодец, Хузман. Ну, если взять на G6, там после А3 просто не удержишь эту пешку. Ну, что делать, Лева? А он взял. Он взял. Так, и что после А3? Ну-ка, ну-ка. Ладья E6. А, успевает на первый ряд вернуться. Ну, тогда не точно сыграл Хузман. Тогда не точно сыграл Хузман. То есть, надо было получить эту же позицию, но с пешкой на G6. А так... То есть, король E8, не точный ход. Я утверждаю это. И теперь, наверное, белые уже вне опасности. Потому что у них все-таки 3 против 1 на королевском фланге. То есть, они сейчас, конечно, поставят Ладью на 1. Ну, потом G4, король G3. И потом пешки будут двигаться вперед. Я думаю, что ничью-то уж белые должны сделать. Ну, а с той пешкой на G6 у них было бы просто проиграно. Ну, вот немножко, знаете, концентрацию потерял опытный шахматист. Ну, так что, видимо, эту рыбу поймать-то ему не удастся. Так, я сейчас посмотрю. Мамедьяров сыграл ничью у нас с Бочаровым. Результаты какие-то есть. Рублевский сыграл ничью с Антоном Гехара. Вашхилограф обыграл Джумабаева. Ну что, А2 надо сыграть. Ну, хорошо, взял на D6. Я думаю, сути не меняет. G4 белым надо сыграть. G4, король G3, пешки надвигать. Это я про Ливона Ароняна. Гельфанд? Нет, король G3 играет. Смотрите. Какая-то другая идея. Вот партия важная в текущий момент. Итак, Магнус Карлсон. А, ну, собственно, абсолютно битая ничья. Абсолютно битая ничья. Ну, здесь будем проверять творческое наследие дедушки Фелидора. Ну, я не знаю. Мне кажется, что это немножко скучно, Магнус. Скучно, Магнус. Шаг на D6 заставить съесть на Е4. Взял. Да, ну, эту позицию можно играть еще два с половиной часа. Но толку никакого. Да, ну, и надо просто стоять, ничего не делать. Ладья по третьему рядом может постоять. Можно. Вот, король Е3. Прекрасно. И стоим. И стоим себе поставим. Нет, эта позиция абсолютно не интересна. Во всяком случае, здесь что показывает? Шаг сюда. Но здесь даже реально, вот сейчас можно ладьей встать сзади. Вот ладья Е8. И прогресса добиться невозможно. Ладья H2, король D3. А на Е4 бесконечный шаг из тыла. Вот, в принципе, на одну горизонталь просто сдвигаемся. И тоже одна из известных защит. Ладья Е8. Вот самый надежный способ. Ну, так-то все-таки, знаете, так шаг по второму ряду мог быть. Ну, не знаю. Конечно, ничья пока остается. Но уже тревога за черных наблюдается. Давайте еще интересный результат, если сейчас я найду. Так, Бакро выиграл у Расмусона. Это не удивляет. Жан-Жонг играет против Эрнеста и Наркиева. Ну, там борьба в пешечном эндшпеле. Ну, что, просто ладья на третий ряд сейчас спускаются у Гайма Мегими. И это в чистом виде Фелидор. Ну, просто ладья, ладья H3. И ходить по третьему ряду. Ничего не делать. Неужели он не знает? Да знает, конечно. Хотя вот уже есть какие-то определенные сомнения. Вот если сейчас Магнус играет Е4, то просто ладья А3. Ну, все, ладья А3. Ладья А3. Я голосую. Лесрук. Браво. Молодчик. Гайма Мегими. Все. Ну, можно взять. Можно взять на G3. Да, и поиграть пешечное окончание. Ну, сейчас до пата доведет. Доведет Магнус. Тут важно знать оппозицию. Детский сад какой-то. Детский сад происходит. Хотя, вы знаете, это проверка. Так, вот правильно отступил. Молодец на Е1. Я думаю, что сейчас до пата доиграемся. Пат надо поставить. Все. Есть, кстати, шахматисты, которые считают, что надо присуждать здесь победу. Сильнейшей стороне. Итак, Магнус Карлсон потерял очки. Так. Томашевский выиграл у Милановича. Да, есть у нас здесь кровавые результаты. Я еще смотрю. Вайташек выиграл у Гадены. Ну, смотрим заключительную позицию. Заключительную партию, как я понимаю, пытается все-таки выиграть Хузман. Итак, ход G3 был сделан шахом. Король F3. G4. А как дальше-то? Как дальше-то выигрывать, а? АЖ, АЖ, ладья, А4 и просто король H5. Да, судя по всему, соскучит с этого снаряда знаменитый гимнаст Ливон Аронян. То есть черным не удастся справиться с этой пешкой на G4. Но сейчас собираются белые просто сыграть АЖ. И пешка дальше покатилась вперед. Ну, в общем, в общем, видимо. Так, а если G5 сейчас? Погодите, погодите-ка. Давайте, кстати, можно дать шах на F1 и просто вернуться ладьей на 1. Ну и так-то можно тоже сделать ничью. Вот всегда у белых есть запасной шах на F1, отгоняющий черного короля, а потом ладья просто идет назад на работу на А1. Я думаю, что это опять-таки ничья. И что мы видим? А мы видим, что много очков теряют фавориты. Алексей Дреев, кстати, проиграл Максиму Длуги. То есть есть у нас интересные такие пары. Вот я вам говорил, что Медиаров уже сделал ничью, Карлсон сделал ничью. Так, Рублевский проиграл Антону Гехару. Это, в принципе, тоже требует осознания определенного. Мне казалось, что в этой паре явный фаворит Рублевский. Гельфанд никак не может выиграть у Хисматульна. Кстати, позиция ничейная. Там тоже ладейное окончание и позиция ничейная. Но Аливон просто бросает на призвол судьбы пешку G5 и бежит королем подальше туда к пешке А2. Ну что ж, это ничья. Это ничья совершенно очевидная. Тем временем Свидлер сыграл в ничью. Знаете, фантастически плотный турнир у нас намечается. То есть, если в первом туре уже такие испытания, да, согласились на ничью. И это знаменует собой, видимо, окончание первого тура в пределах нашей с вами визуальной достижимости. Грищук выиграл, но вот остальным шахматистам пришлось. Не просто. Я вот не знаю, как сыграл Василий Михайлович Иванчук. Это вот, на самом деле, последнее, что интересно. Нет, вы знаете, нам показывают Гельфанда. Да, и Гельфанд, вы знаете, поддавливает все-таки на Хисматулина. Угрожает G5, G6. Смотрим на циферблат. Минуточка, минуточку. Хисматулина. Ходу G6 нельзя потворствовать. А если увести короля на последний ряд, тогда F6 зажмут черного короля. Ну, вот поэтому пока ладьей терроризирует соперника Денис. Ну, шах. Да, и на ладья D4 опять-таки все так же стоять. Белому королю не так-то просто спрятаться, но, может быть, на H5 убежать. А тогда все равно, кстати, ладья встанет по пятому ряду. Ну, там F6 можно будет зажать. Я думаю, что Борису надо вести короля на H5. Король F3, король G4. Ну, вот это он куда пошел, интересно. Любопытственно. Может быть, конечно, и обход с другой стороны возможен. Так. Сейчас на F6-то король G6 есть ход. Вроде бы это не ресурс. Я пока не вижу плана за Бориса. Мне просто казалось, что при ладья на D7, если спрятать короля на H5, там как раз возникнет угроза G6. А если ладья встанет у черных на A5, допустим, то играем F6 и зажимаем черного короля по полной программе. То есть он спускается на 8 ряд, а мы еще ходом короля G6 добавляем огоньку, и вообще тогда у черных было бы плохо. Но, видимо, Борис там видел какие-то неприятности. Ну, в том плане, что у черных, наверное, имелась возможность защиты. Так. Ну что, у нас уже прошел фактически час с начала тура. И я заранее так перекидывал, что у нас каждый тур... Что такое? Ладья с A1 пошла... Мне показалось, возможно, что ладья с A1 пошла на B5. Наверное, это все-таки по вертикали B было. Хорошо. Да будет так. Да, ну, собственно... Вот, хорошо. Вот это возвращает в мир гармонию. Да, хорошо. Чем дальше, тем лучше, кстати говоря. Если вы атакуете короля издалека, это самое далекое должно быть максимально далеким. И вот теперь... Да, Борис пока стоит на месте, ничего не делает. Ну, и, видимо, тем же отвечает Денис. Ладья A1. Ну, при такой конфигурации черные сохраняют возможность атаковать короля и сбоку, и по вертикали. Так что защита определенная всегда найдется. Ну, вот, кстати говоря, что касается вертикального нападения, то здесь как раз короля H5 лучше всего атаковать с H1, конечно, а не по горизонтали. Так, король Е5. Ну, это аналогично тоже. На любой шаг белые могут укрыться ладьей. И Борис, конечно, ищет возможность где-то пешку на F6 продвинуть и потом королем прорваться в тыл. Идея в том, чтобы разменять пешки. То есть, пускай черные съедают пешку на G5, а мы, то есть белые, съедим пешку на F7. И вот в этом случае, конечно, может получиться теоретически выигранной для белых окончания, потому что черный король окажется вдали от тех полей, которые приносят теоретическую ничью. Да. А секундочки-то тают. Смотрите, Гельфанду не хватает времени для того, чтобы хоть что-нибудь придумать. Поэтому он вынужден быстро в какой-то момент делать ход ради хода. Ладья Е4 сейчас сыграет. Ну, просто вот сам не знаю почему. А нет, вот это, кстати, ход с угрозой. Теперь угрожает F6. И потом уже начинаем наседать. На король G6 будет неприятнейший шах на G8. Так что теперь, видимо, черные обязаны давать снова много-много шахов. Но, но как это делать? Ладья Е4, я еще раз повторяю, король на H5 убежит. Наверное, надо здесь по вертикалям. Ладья F1. Правильно, правильно, Денис. Да, и снова шах. И снова шах. Теперь король H5 уже бессмысленно из-за ладья H1. Так что держится пока все. А, слушайте, так это же просто ничья, да? Королю-то куда убегать? Ну, король H5. И что на ладья H1? Ну, Борис пытается немножко наварить времени, но король просто не может оторваться от своих пешек. А на вертикаль Д каким образом становиться? Там же последует шах на Д1. Ну, похоже, что битая ничья, дорогие друзья. Похоже, битая ничья, и наш тур все-таки близок к завершению. А я попробую все-таки посмотреть. Иванчук, между прочим, дорогие друзья, сыграл ничью с Антиповым. Так что у нас почти все фавориты, включая Гельфанда, потеряли очки. Итак, ждем мановения наших операторов, если они нам больше ничего не покажут. А нет, они покажут. Браво, молодцы. Это у нас Евгений Алексеев играет белыми фигурами. Причем он находится у нас без пешки. Находится в трудном положении, но вроде бы черный король пока не приближается вперед. И именно в этом состоит задача белых. Не пускать черного короля туда, в район пешки Б2. Ну, а черный, соответственно, наоборот. На дальнем плане вы видите и Торизагу, замечательного латиноамериканского гроссмейстера. Такого молодого, задорного бойца. Вы знаете, так по комплекции больше было бы как-то естественнее видеть его на боксерском ринге. Но и в шахматы он играет очень здорово. Король Е8. Вот это любопытно. Побежал король. Вы знаете, потери на Ж7 не боится, потому что там ладья просто будет взята. Король Ф5. А здесь ладья Ж2. И король побежал дальше. Хороший план, кстати, придумал. Соперник я уж, простите, не знаю в лицо этого парня, но парень-то играет хорошо. Да, шажок. На Ж7 не дали взять. И на король Ф5 побежали. Король Д8. Король С8. И дальше начинаем теснить. А позиция-то, кстати, непростая. Все, скорлупка золотая. Король С8. Король С7. Приближаемся. Кстати, не факт, что белые здесь спасаются. Не факт. Вот просто не факт. Женя, конечно, сейчас будет стараться работать. У него еще есть 40 секунд. Но спасется ли он, что-то я уже не уверен. Черным абсолютно понятно, что делается. Приближайся к королю. Да, король С8. И дальше вперед беги. Туда, к пешке С3. Пока, в общем, ну не знаю. Может быть, конечно, Женя сейчас заведет короля на Ф7 и на Ф7. И попробует осуществить жертву ладьи на поле Б2. То есть король Ф7. Вот сейчас сыграем. Когда черный король прибежит, куда-нибудь в район поле С4. Последует ладья бьет Б2. Ладья бьет Б2. Король бьет Ж7. И за счет пешки Х5, наверное, белые сделают ничью. Ну, может быть так. Отсюда вывод. Да, король Ф7 сыграно. Король Д6. Правда, черный король может идти, вы знаете, как каким-то зигзагом. Может быть, он идет вообще не на Ц3. А туда есть пешку Х5. Просто король Е5. И вот поэтому его не пускают. Ну, кстати говоря, да. Кстати говоря, да. Я, кстати, вот после король С6 уже думаю, может пройти удар на Б2 и король Бьет Ж7. Вот запросто может быть. Но для этого надо просто посчитать. Для этого надо иметь пару минут, чтобы посчитать. Я туда, ты сюда. Но как раз для этого времени нет. И вот сейчас, очевидно, надо белым дождаться, пока король встанет на Ц4. Дальше на Ц3 его пускать уже точно нельзя. И вот тогда, наверное, уже удар на Б2 и король Бьет Ж7. Но это точно ничья. Ну, тут просто по ощущениям очевидно, что это ничья. Так что Женя вперед. Женя, надо спасать. Спасать отечество. Может быть, правда, король Е5 пойти все-таки. С идеей добраться до пешки H5. Король Е5, король Ф5. Там, правда, знаете, на король Ж5 на Ж7 успеют белый съесть. И король Ф6 вернутся по большой диагонали первыми. Не видно пока. Не видно пока, как побеждать. Соперник думает. Я сейчас еще немножко полистаю по списку партии. Жан-Жонг и Наркиев ничья. Но Жан-Жонг, он, собственно, конечно, китайский шахматист. Сейчас он представляет то ли Тайвань, то ли еще какую-то близлежащую страну. Да, король Е5 играет соперник Алексеева. Сейчас я еще посмотрю, посмотрю. Гусейнов, Гадир Гусейнов выиграл, проиграл индийскому шахматисту Видит. Видит, видит, видит. Видит этого фамилии. А Видит это глагол. Так, Борис Савченко проиграл Виктору Михалевскому из Израиля. Юрий Криворучко, украинский шахматист, обыграл Василия Папина. Так что здесь у нас кровь льется рекой. Федосеев сыграл ничью с Безольдом с Германией. Так, Андрей Велокитин выиграл у Ситу Романа, у индийского шахматиста. Ильдар Хайрулин. Так, ну вот обновление у нас происходит так часто, что просто невозможно остановить. Так, Лазар Брусон обыграл Стефансона. Это не удивляет. Так, ну собственно, вот упоминая эти результаты, я вам сообщаю фактически состав турнира. Никита Витюгов выиграл у Свейна. Расмус Свейн, я так понимаю, скандинавский шахматист. Так, Король Ф4. Все-таки, видите, черный король зигзагом идет туда-сюда, но время кончается. Король Д4. Вы знаете, сейчас угрожает Король Ц3. Вот если Король Ц3, что-то мне подсказывает, что тут можно уже и проиграть. Поэтому не надо здесь, наверное, медлить. Рауф Мамедов выиграл у Ильи Шнейдера. Так, Антон Коробов выиграл у Хасангатин. Антон Коробов у нас корабля на балл постоянно переезжает. Он с Кубка мира приехал в Пайковске, там выиграл этот турнир замечательный. И вот сейчас быстрый шахматый блиц. Да, ударил на Б2. И так мы видим развязку эту партию, которую я, собственно, и предсказывал. Ну, черные идеально расположили Короля. Вот теперь, ну, Король Е5. Надо сходу Король Е5, наверное, начинать. Или пару шахов дать. Вот можно с шахов начать. Так, каким же образом здесь? Ну, нет, вы знаете, Король будет толкаться. То есть на ладья Ж2 последует какой-нибудь ход Король Ф6. Шах снова Король Ж7. То есть черным Королю просто будет трудно прийти туда. Хотя он близко. Вы знаете, все будет буквально висит на волоске. Ну, Король Е5, я думаю, ход правильный. Так, время, время, время. Темпо, темпо. Шах. Король Ж6. Король Ж6. Надо играть, толкаться. Толкаться. Вот Король Ж8, по-моему, играть нельзя. Потому что Король Черных ведет на Ф6. И тогда, собственно, будет конец. Только Король Ж6. Или, да, вот так. Теперь на Король Е5, А6 играем, да? А6, и пешка ползет вперед. Вот непонятно, как приближаться. Ну, Король Ж7 сыграли. Я пока выигрыша не вижу. Да. Черный Король. Важно, чтобы черный Король на Ф6 не попал. Тогда, в общем-то, белые спасутся. Так. Король Е5. Ну что, А6. А6 толкаем. То есть, у Жени-то есть идея абсолютно ясная, понятная. Шажок. Ну, Король Ж7. Король Ж7. Нет. Я думаю, что это та самая бесплодная пустыня, в которой ничего нельзя поймать. Так. А я тем временем все-таки еще последние результаты вам дорасскажу. Ну, Эрик Хансен выиграл. Агде Стейн выиграл. Шах. И Король. Король А6 надо играть. Да, потому что Король Ж8. Там как раз после Король Ж6, видимо, все, конец сразу. То есть, вот здесь единственными ходами. Единственными ходами. Да, делают ничью. Ну что, молодец. Женя сумел спастись. Соперник, конечно, разочарован. Ну, а для Евгения это в определенной степени случайное такое очень удачное спасение. Там вдалеке, я вижу, играет Линьер Домингес. Но до него, мне кажется, даже наши всевидящие ока не дотянутся. Далековато. Далековато он там играет. А вот общая панорама зала, дорогие друзья. И сейчас, пожалуй, наверное, это последняя партия остается. И мы, скорее всего, сейчас просто-напросто уйдем на перерыв. Я скажу лишь еще, что Сергей Горигорянц выиграл. Ну, про успех Грещука я вам говорил. И про то, что Карлсон сыграл ничью. Итак, для вас работает Сергей Шипов. Отдыхаем 10-15 минут. И я надеюсь... Нет, не отдыхаем. Ничего подобного. Отдых нам только снится. Я признаться не ожидал, что мы дотянемся. Поэтому отдых отменяется. Так. Между прочим, белыми играет Юрий Вовк. Украинский шахматист, который блестяще совершенно играл на Кубке мира. Едва не одолел китайского выдающегося шахматиста юного Вэй И. Китайского малыша. Но вот сейчас он ищет возможность огорчить лучшего шахматиста Кубы. Ну, конечно, черные могут сыграть конь Е5. И после слона Е8 выдавить этого слона. Но там, конечно, есть такой нюанс, что белый король на Д4 подоспеет. Так, а на слон Е8 какой ход? Интересно. Там на король Е7, король Д4 может быть такой ход. Да. И на конь ФТ взяли на Е4, на конь Д2, король Д3. Вот король Д5. Не пустить белого короля на Д4. Это первейшая задача для черных. Первейшая. Ну, и, соответственно, они все время угрожают перейти в контратаку путем конь Ж4 и съесть на Ф2. Кстати, не исключено, что держится. Не исключено. То есть, за счет как раз активности коня, который и пешку может поддержать, и на Ф2 надавить, черный вроде бы держится на плаву. Ну, вот белый как раз возвращает короля к пешке Ф2, чтобы не иметь такой проблемы. Ну, и, соответственно, надо дойти какие-то новые диагонали для слона. Посмотрим. Ну, что, может быть, слон А4 попробовать к пешке Е4 прицепиться. Слон Б5. Ну, хорошо, пока плана белых не видать. То есть, задача черных сейчас просто стоять и не тратить много времени. Мы видим, что 35 секунд у Домингеса. Ну, я думаю, что в темпе примерно 5 секунд на ход здесь можно работать без каких-то особых. Напрягов, потому что пока не видно угрозы серьезной. Может быть, белым надо было сыграть слон А6 с идеей, слон Б7. Может быть, вообще вот сзади надо атаковать пешку. А слон С2-то бесполезно, там король на Д5 встанет. Вот, мне кажется, слон А6, слон Б7. Вот это был планчик. Смотрите, как черные вырезают буквально белого слона. Вот просто вырезают как класс. Фантастика. Вот что происходит. Ну, король Д5, этот вопрос не обсуждается и не дискутируется. Так. Ну, собственно, слон на С2 стоит довольно бесполезно. Король С3 ничего, наверное, не добавит в картину мира. Там конь Ж4 последует. Да, слон Д1. Надо слона переводить именно в тыл. Слон Е2, слон А6, слон Б7 и задавать черным вот такие вопросы. А потом, если черный король встанет на Ф5, мы ему шах на С8 дадим, поле на Ж4 у черного коня отберем, потом король С3, король Д4. Вот такой план выигрыша предлагается. Но самое удивительное, что сейчас после слона Е2, может быть, слону на А6 дороги не дадут. Нет, пока Юрий просто не видит, я так понимаю, вот этого плана. Но он найдет его. Ему надо просто несколько ходов сделать. Слон Е6, слон С8, слон Б7. Можно и таким зигзагом. Кстати, не пускают. Вот видите, Линьер Домингес как раз все видит. Понимает, откуда опасность грозит. Ну а Юрий просто пока занимается таким спасением собственного циферблата, чтобы время не кончилось. Ну а что еще делать? Если время кончается, а не видишь четкого продолжения, то надо, надо каким-то образом делать ходы. Хотя бы, пусть даже они и не меняют ситуацию в твою пользу. Ну что, король Е2, надо сыграть пешку на Ф2. Вряд ли надо отдавать. Слон А7. Это куда? Это зачем? Ну, понятное дело, что это лестное предложение разменять пешки. Конь Ф2, слон Ж6, конь Х1, слон Х5, конь бьет Ж3, слон ушел. Но там будут шансы на победу. Хотя, между нами говоря, там битая ничья. Знаете почему? Просто берем на конь Ф1, конь бьет Е3, и король идет на Х8. Слушайте, битая ничья там была. Просто взяли на Ф2, конь Х1, конь Ж3, и потом отдаем коня за пешку Е3, и король встает на Х8. Элегантная, красивая ничья. Но, вы знаете, с точки зрения комментатора, это легко говорить. Ну, а если бы я сам играл там за доской, наверное, не решился бы на такое. Ну, не знаю. Вот сейчас, если белый король еще отстранится от центра, точно конь Ж4, где-то можно будет сыграть и пойти уже за белыми пешками. Сейчас, кстати, после хода король Е6, еще король Ф7, может быть, слона удастся за Арканити. Это будет интересно. Но поэтому сомневается сейчас Юрий Вовк, король Б4. Так, минуточку, а конь Д3? Конь Д3, конь Ф2, конь Х1. Да нет, ну там совсем ничья получается. Там пешку Е3 еще съедают. Ну что, Линьер, давай, конь Д3 и конь бьет Ф2. Лучше, наверное, ситуации не предвидится. Ну, идея-то у белых, видимо, совершить громадный, гигантский обход. Король Б5, король Б6, король С7, король Е6. То есть угрожая ходом, угрожая ходом короля Ф7. Пока. Но вот нет ли здесь хода? Нет, на король С5 вот как раз уже конь Д3, конь Ф2 будет. Сюда. Да, и что на короле Ф5? Так теперь белый пешка просто не держит. Либо конь Д3, либо конь Ж4 последует. Сейчас черные еще на победу поиграют, дорогие друзья. Вот это будет номер. Вот это будет номер. Ну, Юрий Вовк сам виноват. Король у него стоял по-человечески. На Д2, на Е2. Так, и что? Конь Д3, допустим. Взяли на Ф2. Но там, правда, король на Д4 стоит, да? Вот, наверное, чего он хотел добиться и добьется. Ну, там конь Х1, побьем на Ж3. Сюда, сюда. Хотя, вы знаете, там Цукцванг будет. Конь Д3, король Д4, конь Ф2, слон Д5. Ай-яй-яй. Ну, там, правда, король Ж4. Король Ж4 взяли на Ж3. Да нет, ничья, конечно. То есть не стоит здесь сильно пугаться, не стоит здесь нагнетать. Король Д4 буквально дрожащей рукой уже играет. Ну, надо брать на Ф2. Конь Ф6 играть нельзя. Тогда после слона Д5 будет Цукцванг решающий. Да, слон Д5 и просто король Ж4, мне кажется. Ну, и Ж5 тоже. Здесь миллион способов к ничьей приплыть. Так что здесь, видимо, кончается интрига. Так, Линьер. Время. Время. А время деньги, как известно. Браво. Молодец. Молодец. Кстати говоря, дорогие друзья, о деньгах. Призовой фонд этих чемпионатов 400 тысяч долларов в общем и целом. Или 400 тысяч евро. Ну, в общем, хрен редьки слаще. Да, в данном случае можно сказать именно о том, что это приятные цифры, о которых прежние поколения шахматистов могли только мечтать. Такие деньги стоят на кону в быструшках и в блицушках. Так, погодите, а как тут белым спасаться-то? На e4 брать нельзя. Взяли-взяли, король g4 и сдался просто. Фантастика. Если сейчас Юрий еще и проиграет, ну, это будет вообще драма. Драма драматикус. А я, кстати, не вижу спасения. Ну, просто пошла пешка аж вперед. По-моему, просто плохо у белых. Это, кстати, правильно. Вот не надо короля уводить из центра. Ну, король g4 сыграл. Король g4, и что? Вот, правильно, молодец. Линьера пешка аж пошла. Ну, сейчас просто доигрался, похоже. Но там, правда, знаете, сейчас слон f5, и как-то потом не трудно будет пешку толкать. На аж ты не толкнешь, там слон бьет аж ты на e4 повесил. Наверное, близко к ничьей. Ага, вот, вот это грамотный перевод короля. Грамотный. И теперь король будет помогать этой пешке идти. Все, просто ситуация проигранная. Вот это да. Играл эншпель на победу. Просто была лишняя пешка, абсолютно такая безопасная позиция. В итоге доигрался до поражения. Но дела, перехвалил я Юрия. Перехвалил. Ну, собственно, что, аж три. И надо сдаться. Ну, что, Юра, ну, взял. Ну, это-то что играть. Ну, прости меня, дорогой. Ну, и король на f3 пошел. Да, сдался. Ну, собственно, драматическая такая история. Но Линьер показал себя хладнокровным бойцом. Молодец. Защищался, защищался. А потом перехватил инициативу. Взял, да и выиграл. И правильно сделал. Молодец. Итак, подписывают бланки. Ну, что ж. Мне кажется, уж сейчас-то, уж сейчас-то тур наш закончится. Да, почти полтора часа идет наше, наше включение. Если это так, если это последняя партия тура, то давайте сделаем небольшой перерыв, после чего продолжим наш онлайн.